Проводить в последний путь с чувством долга и патриотизма, со всеми воинскими почестями и по православному обряду. 12 советских солдат, которые отдали свои жизни, защищая Орловскую землю, обрели покой. Спустя 74 года. В этот день я бы от имени губернатора Орловской области, потомского Владимира Владимировича, от имени правительства и от всех жителей Орловской области хотел поблагодарить всех тех людей, которые проводят огромную работу по восстановлению этой памяти, по поиску погибших бойцов. А работа у нас с вами на долгие годы. И пока последний боец не будет поднят из земли, для нас эта война не закончится. Все меньше и меньше остается ветеранов, участников боевых действий. Все меньше становится людей, которые видели ту войну, которые пережили оккупацию, которые пережили голод и разруху послевоенную. Но знаете, осталось их воспоминания. И мы помним. Они погибли в далеком 43-м, освобождая Высокое от немецко-фашистских захватчиков. Более двух тысяч человек участвовали в спецоперации. И лишь одна треть покоится в местном братском захоронении. Остальных так и не удалось найти. Искать останки героев с каждым годом становится все сложнее. Поиски этих солдат начались в июле прошлого года. И лишь через год они нашли последнее пристанище по Домценскому. По старым донесениям, по еще оставшимся старикам, которые когда-то видели, может быть, родственники рассказывали, пытаемся по старым картам боевых действий устанавливать возможное место гибели. Поселок Горбовский, деревня Алешина, село Высокое. Поисковики прочесали не один квадратный километр. Из найденных 12 удалось идентифицировать по наградному медальону только одного. Установлено имя Терентия Степана Семеновича, 904 года рождения. Погиб в 43-м году, приблизительно в июле, при освобождении деревни Высокое. Уроженец города-шахта Ростовской области. Благодаря поисковикам еще одно имя удалось вписать в историю. Однако 11 неизвестных солдат, так же, как и их братья по оружию, в историю вписали свои отданные жизни. Мой отец с первых дней войны был ранен в 45-м Карпатах, он проживал всю войну. Как я могу с вами прийти? Во-первых, я почтила память его, хотя он на сельском кладбище похоронен. А потом мне глубоко не возразличны те, кто погибли. Об этом подвиге нельзя забывать, потому что он очень важен для всех. И для тех, кто сражался, и для нас, для живых. У меня пропал без вести дедушка, и мы его столько лет не нашли. Поэтому как не прийти? Хотя бы даже и все равно. Хочется всегда проведать. Упокаивая останков войнов, мы выполняем долг перед нашим героическим прошлым. Перед ушедшими поколениями, которые отдали свои жизни, ставшие ценой. Ценой Великой Победы. Наталья Ичунина, Павел Джумабаев, телеканал Первый областной. Рани.